Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах в рамках подготовки к дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом, сообщила старший корреспондент телеканала ABC из Пула Белого дома Селена Ван со ссылкой на источники. По ее словам, Байден засел в своей загородной резиденции в Кэмп Дэвиде вместе с командой ближайших советников. Источник из окружения президента сообщил Ван, что подготовка главы Белого дома к дебатам состоит из двух основных частей. Первый этап освящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов. Вторая часть подготовки к дебатам – это будет фактически воплощение этого в жизнь с помощью этой имитации дебатов, включающие в себя 90-минутные формальные дебаты, в ходе которых президент все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе, – рассказала корреспондент. В окружении Байдена считают, что Трамп на этих дебатах будет более дисциплинированной в версии самого себя. Однако президент готовится ко всем возможным сценариям, – добавила Ван. Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля. Сейчас он находится в загородной резиденции. Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На этом фоне правящее на севере Йемена шиитское движение «Анцар Аллах» заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе исламского сопротивления Ирака накануне атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и в Средиземном море. Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с исламским сопротивлением Ирака, нацелены на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море, указано в заявлении армейской пресс-службы хуситов. Целью атаки в Хайфе, по их данным, стали четыре судна, в том числе два контейнеровоза. Эти суда, как утверждается, нарушили запрет на вход в палестинские порты. Движение «Анцар Аллах», которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта, начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Советский канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешает свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что, безусловно, поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион. Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, в середину января начали наносить удары по объектам хуситов. Член Высшего политического совета движения «Анцар Аллах» Мухаммед Али Аль-Хуси назвал эти атаки трактористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией. А тем временем окончание нефтедолларового соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью крон-принца Мухаммеда бин Салмана, которого Джо Байден в свое время назвал «изгоем». Такое мнение высказал директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Berjan Tudar. Как говорится в статье, глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада кардинально меняются. Можно сказать, что игроки по обе стороны Атлантики движутся к катастрофе в своей внутренней и внешней политике. Старый порядок быстро рушится. Западные лидеры, преследующие максималистические цели ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше, пишет Tudar. Одним из главных признаков этой новой эры является конец нефтедолларовой системы, по которой Саудовская Аравия соглашалась продавать свою нефть за доллары, считает он. Как напоминает автор, во время предвыборной кампании 2020 года президент США Джо Байден оскорбил Билн Салмана, назвав его изгоем и пообещав привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамала Хашоги. Решение Эр-Риада свидетельствует о полном фиаско для Соединенных Штатов. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы, потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке. Наследный принц отомстил Байдену, назвав его изгоем, резюмирует Tudar. Так называемое нефтедолларовое соглашение Саудовской Аравии и США, оформленное после нефтяного кризиса 1973 года, прекратило свое действие 9 июня. Соглашение предусматривало, что Саудовская Аравия будет устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в долларах США и инвестировать избыточные доходы от нефти в американские казначейские облигации. В свою очередь США обеспечивали королевству военную поддержку и защиту. Соглашение повысило статус доллара как мировой резервной валюты, что оказало глубокое влияние на американскую экономику. Дорогие друзья, еще один наш канал на YouTube удалили из-за патриотической позиции нашей редакции, и мы боимся, что и этот канал скоро может попасть под санкции Запада. Чтобы не потерять наш контент, приглашаем вас подписаться на наш канал на Boosty. Там вы найдете новости сразу со всех проектов в одном месте, и к тому же без цензуры. Ждем вас на нашем канале, ссылка в описании. А мы продолжаем. Между секретариатом Североатлантического Альянса и МИД Китая произошла перепалка, которая хорошо иллюстрирует новые весьма опасные противоречия между НАТО и КНР. Жертву этому конфликту США уже традиционно принесут интересы Европы, и не без помощи нынешнего генсека Альянса. Но у России есть для европейцев другое предложение. Высокопоставленных политиков, срок полномочий которых подходит к концу, называют хромыми утками. Например, сами G7 в Италии назвали «встречи хромых уток», поскольку все гости итальянского премьера Джорджи Мелани близки к отставке или поражению на выборах. Генсек НАТО Йенс Толтенберг, который перестанет быть генсеком к октябрю, пример как раз такой хромой утки. Но держится он как будто бодро. И на одной из своих многочисленных пресс-конференций заявил о том, что Китай должен заплатить за поддержку России. Это было как будто частное мнение Столтенберга, а не НАТО в целом. Но в ответной реплике Пекин на частности не разменивался, ответив не генсеку, а Альянсу в целом. В МИД КНР его назвали «рудиментом холодной войны». Рудимент – это то, что предписано удалять хирургически, если он доставляет неудобства. Вряд ли в Китае заложили в метафору настолько жесткий смысл. Скорее дали понять, что Альянс НАТО современному миру не нужен и его вообще существовать не должно. НАТО необходимо переосмыслить собственное существование и не совершать клеветнические нападки на Китай, подчеркнул представитель ведомства Линьцзянь. После этого Столтенберг высказался в том духе, что Блок, наоборот, намеренно расширяет свое присутствие в Азии, поскольку безопасность имеет для него не региональное глобальное измерение. Формально эта реплика предназначалась не Китаю, а России и была реакцией на визит Владимира Путина в КНДР. Однако укреплять партнерство с союзниками в Азии Столтенберг хочет в рамках именно антикитайской коалиции, которую сколотили США, Австралия, Филиппины, Южная Корея, Япония. Собственно, все это союзники прежде всего Вашингтона, а не НАТО. Примечательно, что Столтенберг заявил, что на совместной пресс-конференции с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном, для которого сколачивание этой самой антикитайской коалиции в Тихом океане стало, пожалуй, единственным крупным успехом на посту, то есть генсек-альянса преимущественно европейских стран и сам по себе европеец ради безопасности втягивает родной континент в конфликт с Китаем, который находится на другом конце Евразии и важен старушке как торговый партнер. То, что он руководствуется при этом интересами одних лишь США, уточнять излишнее. Лучше напомнить, как тот же самый Столтенберг при входе в политику был леваком и ходил на антиамериканские протесты, как, например, и нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, но в итоге был перекован вашингтонскими мастерами в боевого гоминида пентагоновской военщины. Большому сожалению, Столтенберг – тот гоминид, который не только много говорит, но и немало делает. А то, что касается экспансии альянса в Восточную Азию, давно уже не просто слова. Столтенберг лично открывал первое представительство НАТО в Японии. То, что пламенный норвежец работает не в интересах Европы и наживает ей лишних врагов, в лице врагов США в самой Европе давно заметили. Немцы и итальянцы подают голос в том духе, что генсек много на себя берет. Франция и вовсе пытается тянуть идеала на себя и выстраивать принципиальные иные отношения с Китаем, без вмешательства в зону стратегических интересов Пекина. Но музыку заказывают американцы, а Столтенберг ее с удовольствием исполняет. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.